Друзья, я рада вас всех приветствовать на своем канале Обедаем Дома Светлана. Сегодня я выпекаю вот такие печеньки. Печеньки на кефире. Так они выглядят. Готовятся быстро, просто и вкусно. Итак, у меня три кружки муки высшего сорта, пшеничной, просеянной. К муке отправляю пол чайной ложечки соли, чайную ложку с горкой разрыхлителя. Две чайные ложки ванильного сахара и две столовые ложки сахара. Сахар можете добавить до 80 грамм, если любите печенье послаще. Сухие ингредиенты хорошенько перемешиваем. У нас подготовлено одно яйцо, нам понадобится вбиваем. Перемешиваем. Кружка кефира и такие же три кружки муки я отправила. Сразу весь кефир не выливаем. Подливаем. Поэтапно вымешиваем, вмешиваем муку в тесто. Ну, на три стакана вот таких муки у меня ушло один стакан кефира. Растопили 100 грамм у меня сливочный маргарин. Весь кефир у меня ушел. Муку хорошенько вмешиваем в тесто. Работаю пока ложкой. Отправляем в два этапа туда растопленный сливочный маргарин. Вмешиваем в тесто. Отправляем остатки и хорошо замешиваем тесто. Тесто получится эластичным, мягким, не тугим, но хорошо держащим форму. Рукой хорошенько вымешиваем тесто. Наше тесто готово. Приобрело вот такую консистенцию. Мягкое, к рукам не липнет. Оставим минут на 15 отдохнуть тесто. Тесто наше отдохнуло. Обминаем, собираем в шар. И делим на четыре части. Порционные кусочки скатываем в шар. Один кусок теста оставляем себе. Остальные пока убираем в сторону. И все наши шарики раскатаем в пласт толщиной 0,5 см. Раскатываю я в диаметре, ориентируясь по коврику своему, где-то 28 см. Стараться, чтобы раскатанные коржи все были одинакового диаметра. Вот так я раскатала все коржи. И теперь будем промазывать коржи сливочным маслом. Я промазываю растопленным. Не жалея, обильно мажем. Посыпаем сверху сахаром. Вот так всыпем сахарок. Сверху выкладываем следующий наш пласт. Стараемся выровнять края. Промазываем, опять же, сливочным маслом. Посыпаем сахаром. И так же поступим с третьим коржом. Выкладываем сверху четвертый пласт теста, который уже смазывать мы не будем. Это у меня третий идет. Подравниваем края, насколько это возможно. И прокатаем скалочкой все наши пласты теста. Можно было на этом этапе посыпать сахаром и прокатать скалочкой. Я потом каждый коржик посыпала. Проще будет, конечно, сразу посыпать здесь сахаром и прокатать скалочкой. Но рецепт, так как это не мой, посмотрела в интернете и сделала так, как делает хозяйка канала. Рецепт мне понравился своей простотой, не сложностью. Поэтому решила этот рецепт попробовать. Нарезаете, как вам нужно, печеньки, ромбики, квадратики, треугольники, кружочки, как вам понравится. Выкладываю на противень застеленный. У меня многоразовый коврик. Посыпаю сверху сахаром. Не совсем удобно. Сахар просыпается у меня. А если бы сделала, как я сказала, выше, было бы лучше. И вот такие коржики мы получили. Не скажу, что рецепт вау, но попить с чайком можно. Всем всего доброго. Пока-пока.